Достройки главного законностного корпуса, тоже где-то в средствах массовой информации, которые говорят о том, что вы не получили никаких денег на него. В.ПУТИН. Видел я эти сообщения в средствах массовой информации, я, честно говоря, не знаю, откуда берутся цифры и как они интерпретируются. Многие цифры, которые уже в ходе, может быть, «Борьба чересюр» – военное название предвыборное, на самом деле уже наблюдается непонятное манипулирование цифрами и мнениями. Уж кому, как не мне-то знать, я с этим корпусом уже столько нахлебался, что, наверное, знаю даже, где какие провода там лежат и какой бетон залит. Получили мы в этом году уже 40 миллионов, и сегодня приехал проректор из Москвы в июне месяце еще 60. В общем-то, где-то около сотни миллионов мы уже лимитов на этот год имеем. Этих денег хватит для того, чтобы завершить строительство. То есть мы будем иметь в июне месяце готовый корпус со всеми инженерными сетями, с отделкой, с крышей и даже с озеленением территории вокруг этого корпуса. Он будет готов к эксплуатации. Я говорил, что в июне месяце я надеюсь, что запустить рабочую госкомиссию для подготовки его к сдаче. Единственное, что появятся ли средства для того, чтобы там оснастить его мебелью, оборудованием, компьютерами. Это же надо будет делать за счет собственных средств. Это все заложено в проекте корпуса. Стоит это удовольствие 381 миллион рублей. В общем-то, то, что я говорю о 100 миллионах, это означает, что мы получим деньги для доведения строительных работ до завершения. А вот оснащение корпуса, у меня, честно говоря, какие-то сомнения есть, что они в этом году эти деньги придут. Хотя обещания такие есть. Но в любом случае корпус этот заложен как пусковой объект в федеральной целевой программе развития образования на 2015 год. То есть он был раньше до 2013 года, то есть в декабре 2013 года. Поскольку три года не было финансирования и было очень непросто его добиться, корпус уже разваливался по многим этим самым строительным отделкам, уже совсем крыша не была перекрыта, но понятно, что там было, и он не отапливался. Пришлось многое что менять и, соответственно, продлили сроки сдачи и, соответственно, увеличили финансирование на замену уже вышедших из строя всяких строительных материалов. И поэтому сдвинули сроки до 2015 года. Поэтому, в общем-то, время-то, казалось бы, запас есть, но хочется быстрее сделать. Поэтому я уже говорю и подразделениям, и факультетам, что вот корпус будет сдан, они говорят, да мы со своими табуретками туда поедем, со старыми, будем там начинать рассваивать и работать. Ну, в общем-то, движение, оно понятно, хочется быстрее туда войти, тем более, если он будет сдан и готов к эксплуатации. Но я надеюсь, что какие-то деньги мы получим в этом году. Пусть не все, ну, 380 миллионов рублей, но что-то будет. Владимир Иванович, вернемся к выборам. Тоже я основательно подготовилась, просмотрела. Все сайты говорят о том, что эти выборы имеют много подводных течений, и что, ну, кто-то из кандидатов чисто технические, чтобы, говорится, отвлечь на себя от голоса избирателей, так скажем. Что по этому поводу? Ну, я не знаю насчет технических. Если говорить о том, что Татьяна Юрьевна Стукен, ну, она сняла свою кандидатуру, потому что у нас программа одинаковая, мы, собственно, идем от управления, она про ректор. Смысл ей, ну, лучше с ней поговорить, но, как я понимаю, это никакой не технический. Это просто, она, если бы технический, тогда мы бы дошли бы до конца, и там бы как-то раскачивали бы ситуацию. Просто в начале, вообще говоря, самой этой предвыборной кампании, она сняла свою кандидатуру, и все, она работает у меня в команде. Мы идем, так скажем, мы проводим свое понимание развития университета, но через кандидатуру струнено. А все остальные работают как кандидаты так же, как они себя позиционируют. Никакого там подводных этих самых нет, каждый идет со своей программой и со стремлением стать ректором. Пожалуйста, Ваш вопрос, а то у нас Ольга очень активна. Вот сейчас в связи с предстоящим ректором ректора широко обсуждаются две темы. Это запрет на критику руководства университетов СМИ и, опять же, разрыв Вашей зарплаты со средних университетов. И, зная о том, какую реакцию может вызвать такая информация, изменили бы Вы свои прежние решения и стали бы назначать себе и ближнему окружению зарплату такие высокие зарплаты? Я про зарплату Вам все объяснил. Вам понятно, как она отчисляется? Это зависит не от меня. Или еще раз что-то повторить. А что касается управленцев, в смысле проректоров и главного бухгалтера, то тоже предписано положение Министерства образования и науки Российской Федерации, что они должны получать зарплату. От 70% до 90% от зарплаты ректора. Это регламент. Не я придумал. И у нас все они получают по минимальной ставке 70%. Но ниже я опустить ее не могу, если бы даже хотел. Я еще прошу прощения. У Вас же не вызывает удивление, что управляющий филиалом банка получает значительно больше, чем контролер кассир, например, чем средняя заработная плата сотрудников банка в целом. То есть Вы понимаете, что есть рядовые сотрудники, есть топ-менеджмент. Уровень ответственности, он тоже разный, абсолютно. Что касается запрета на критику, есть у нас, Владимир Иванович, такой запрет? Ну, я хотел как раз задать вопрос, а что такое запрет на критику в средствах массовой информации? Скажите, что ли? Где вы такое взяли? Откуда? Нет, стоп, давайте так. Слухи это слухи. Информация это то, что подтверждается какими-то фактами или документами. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у Вас, известны ли Вам какие-то факты, что кто-то из сотрудников выступил с критикой и его за это как-то наказали? Ну, например. Ну, что Вы наказали, такой информации нет. Хорошо. Я понял, откуда разговариваю, потому что господин журналист не может сформулировать вопрос. Я помогу. На самом деле есть принятые правила внутреннего распорядка и есть некоторые принципы корпоративной этики. Эти правила внутреннего распорядка носят для вузов России типовой характер. Не мы их разрабатывали, просто есть соответствующие, так скажем, типовые документы, которые внедряются и внедрены в Министерство образования и науки Российской Федерации. Там есть пункты, о которых мне вопросы задают, поэтому я говорю, что я в курсе о том, что Вы хотели бы узнать. Пункты О и П. Порядка алфавита. Значит, один из пунктов, по-моему, это все-таки пункт О. В нем говорится следующее, что сотрудник университета, занимающий ту или иную должность, я не дословно, но примерно так оно и звучит, может в средствах массовой информации говорить о том, что входит в его должностные обязанности. Вот если, понятно, да? Если же он говорит о том, что не входит в его должностные обязанности, то есть где он не обладает нужным уровнем компетенции, компетентности, вот так, наверное, вернее будет, то там он может говорить как физическое лицо, не ссылаясь на свою должность и принадлежность к университету. Понятно, да? И это, вообще говоря, нормально, эта норма во всем мире работает. Вот я могу даже привести пример, опять же, из одной из публикаций. Когда человек рассуждает о плане финансово-хозяйственной деятельности университета и приводит непонятные цифры, сегодня проговорили, по крайней мере, про одну – это то, что нулевое финансирование главного корпуса. Человек, который некомпетентен, и он как по своей должности как профессор полностью компетентен, может рассуждать и рассказывать о том, как он ведет занятия, как готовится к занятиям, как ведет научные разработки как профессор. Ради Бога. Но если ты, профессор, говоришь о финансово-экономической деятельности университета, не имея ни цифр, ни понимания о том, что это такое, ну тогда это уже, извините, вот это уже просто, ну так скажем, ну отсутствие некоторого… Ну это вопрос некомпетентности. Я вот так определю и все, и на этом остановлюсь. И мне кажется, что это правильно. Вот если я декан, и я говорю о том, что такое мой факультет, и как я с ним работаю, какие трудности есть – не вопрос. Но когда я начинаю говорить о том, что вот в Крыму там с татарами относятся… к ним относятся неправильно, и ссылаясь на то, что я декан факультета там университета, я думаю, что это совершенно неправильный подход. Ты можешь как гражданин России свое мнение являть. Ради Бога. В том числе и про крымских татар. Но только не от имени университета. Что касается пункта «П», там вопрос идет о совершенно простом. Говорить дурно об университете в данном случае – это просто, так сказать, нарушение некоторой нормативной этики. Когда говорят о каких-то непонятных липких руках, а не о каких-то посредственностях в аудиториях университета, я, честно говоря, не понимаю, как можно такое говорить. Во-первых, не основываясь на каких-то фактах, а главное, что это информация, которая заведомо принижает имидж университета. Тем более сейчас идет уже кампания по приему, по формированию абитуриентов, пуловой абитуриентов на все программы подготовки, в том числе и в нашем университете. Мне кажется, что это правильно, это не запрет, но, по крайней мере, некоторый принцип корпоративной этики. И что в этом дурного? Там это написано, что да, это не рекомендуется, нельзя этого делать. Я подпишусь под этим 7 раз. И не только я. Поэтому здесь, тем более, в любом случае никаких-то административных мер взыскания или наказания уж точно никогда не применялось и применяться не будет. Но все равно общественное наше мнение, академическое мнение внутри университета, оно совершенно ориентировано на одно. Имидж университета ни в коем случае нельзя подрывать. Если есть какие-то непонятные вещи или какие-то факты появились, то это все можно обсудить здесь, в университете, на факультете или в университете. Вот здесь заседает ученый совет раз в месяц. Ради бога, приходи и говори, с чем ты недоволен. В любом случае критика должна быть аргументированной, она должна быть подкреплена фактами. Просто так, огульно обвинять кого-то, не называя, а вот говорить о том, что все плохо, например, о том, что университет умирает, снижает свою планку и не приводить при этом никаких фактов. Но мы считаем, что с точки зрения этики это как минимум сомнительно. Я думаю, что и вам в вашем издании тоже, наверное, если бы вы вдруг где-то начали публично высказываться негативно в адрес своего издания, не подкрепляя это никакими доказательствами, наверное, вам тоже как-то поставили бы на вид, как минимум. Есть еще вопросы, дорогие? Последний вопрос. Губернатор Викторий Назаров поддержал вашу кандидатуру. И вот такая симпатия вам плюс или наоборот с таким взглядом удобства? Ну, вообще-то говоря, приятно, что губернатор знает обо мне и как-то оценил по-своему, так скажем, результативность моей деятельности. Насчет того, что плюс или не плюс, ну, вообще-то говоря, если не... Я не собираюсь вникать в политические течения, я говорю о том, что вот сейчас идет процедура выборов ректора. Поддержка в регионе означает не поддержка конкретного человека, в данном случае Струнина. Речь идет о том, что Струнин уже работал с местной властью и результативно работал на пользу территории. Значит, они признают то, что моя деятельность здесь полезна. И, соответственно, университет, которым будет в дальнейшем, если все состоится нормально, руководить Струнин, тогда, соответственно, университет будет ориентирован на решение социально-экономических проблем и решение программ именно стратегического развития территории. Мне кажется, что это нормально совершенно. Ну, а по-другому я не хочу даже об этом и говорить, и рассуждать. Поэтому здесь, ну и потом, в общем-то, конечно же, у меня были обоснованные сомнения в том, что меня поддержат по возрастным позициям. У меня все-таки уже 61 год. По положению, по всем законам ректор может исполнять обязанности, как и проректоры, до 65 лет. И что где-то, действительно, при прохождении, при согласовании кандидатур на территории, либо в Москве, где-то могли меня убрать. Ну, в общем-то, ну, в смысле, как бы, не согласовать кандидатуру. Вот так правильно говорить. Но, в общем-то, и здесь, и там, в Москве прошло все нормально. Причем это шло автономно совершенно. То есть, конечно, мнение губернатора учитывалось, но там своя политика. Я думаю, что Дмитрия Викторовича Ливанова, по крайней мере, вы слышали, что это есть такой министр. Он достаточно весьма самостоятельный человек. Принятие решений не очень, порой даже, не популярных. Но, тем не менее, мнение территории для него играло, скорее всего, вторичную роль. Просто, опять же, по результатам моей работы здесь, в университете, там, в Москве, что-то знают. Поэтому и там тоже прошло согласование без всяких претензий, нареканий, там, замечаний. Поэтому здесь, мне кажется, что все нормально. То, что мне мешает или не мешает, не мешает.